Целый год вот так он пролетел. Невероятно сложный был год. Я вам очень признателен, что вот мы вместе, плечом к плечу, вот это все прошли. На очередном оперативном совещании Радий Хабиров заострил внимание на годовщине введения режима повышенной готовности на территории Башкирии. 18 марта прошлого года он подписал соответствующий указ из-за угрозы распространения коронавируса. Хотя ничего особо-то не изменилось. Ну да, чуть меньше болеет. Но умирает так же много. Довольно много людей умирает. Хабиров отметил, что сейчас его тревожит ситуация с распространением коронавируса в Западной Европе, где вводят полный локдаун. По словам главы Башкирии, чтобы не допустить такого в республике, необходимо усилить внимание к ковид-19. Люди устали, я понимаю. Но если мы чуть-чуть поднапряжемся, то это позволит нам все-таки вот это вот возможное ухудшение ситуации каким-то образом пройти. Потому что сейчас, наверное, и климатическая ситуация у нас пока минус. Может быть, это держит. Не знаю. Пока действительно ровно все идет. Но мы должны готовиться. Всегда лучше быть готовы к самым нестандартным сценариям. Говорили на оперативном совещании и о вакцинации населения. В Уфе в стенах театр оперы и балета продолжает действовать мобильный пункт, где за неделю прививку от коронавируса получили более 500 человек. В скором времени инъекции будут делать и в крупных торговых центрах. Дополнительно на этой неделе будут открыты еще мобильные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В городе Уфе это торговый центр «Мега», торговый центр «Планета», «Башкирия», «Лайфстайл». Если жителей Башкирии от коронавируса должна спасти вакцина, то от смертельных аварий на дороге камеры фото и видеофиксации. Хабиров поручил чиновникам заранее оповещать жителей об их установке. В Башкирии на федеральных трассах появится 100 камер. Я вновь объясняю, эти камеры фото и видеофиксации, они не для того, чтобы мы залезли в карман людей, а для того, чтобы они доехали домой к своим детям, родным и близким. Для этого нам не надо прятать их. Дайте актуализированную ситуацию, где расположены эти камеры, вновь дайте людям, чтобы люди прекрасно понимали, что открыто было. Человек едет, он понимает, там вот камера, тут она должна быть. На совещании Радий Хабиров снова затронул тему транспортной реформы. Он рассказал, что обсудил этот вопрос заместителем мэра Москвы, руководителем департамента транспорта Максимом Лексутовым. Мы договорились, что у департамента транспорта Москвы, у них есть мост-транспроект, по-моему, называется, институт какой-то, так? Да. Да, и мы договорились, что к нам приедут специалисты этого института и оценят, вот накроют нашу транспортную схему. Прежде чем Уфа, Уфы касается это, мне пока Уфа, вот, потому что здесь самая большая транспортная. И дадут нам актуальные видения того, а после этого дадут рекомендации. Хабиров подчеркнул, что у Москвы точно можно поучиться. А также похвастался, что вице-мэр российской столицы высоко оценил транспортную карту Алга, которая действует на территории Башкирии. Адель Хайрулина, Рустем Нурешев, телеканал ЮТВ.